На оперативном совещании докладывают начальники управления и руководители отделов городской администрации. Согласно отчёту о работе Единого центра управления регионом и портала Добродел, за прошлый месяц от жителей поступило 521 обращение. Это на 168 больше, чем за октябрь. При этом наибольшее количество было в тематиках Госадмтехнадзора – 366 обращений, Министерство благоустройства – 32 обращения и Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры – 66. Больше всего обращений было из-за нарушения правил уборки внутридворовых проездов и газонов, а также в связи с незаконным размещением информационных материалов на столбах, деревьях и ограждениях. Нарушение правил уборки внутридворовых проездов и пешеходной дорожки за ноябрь сильно увеличилось, связанное с тем, что всё-таки наступает сезон объединения. Так, что касается работы ЦУРа, пожалуйста, мне теперь каждое утро, по истечении дня, за сутки, всё, что произошло, справочка, самое важное, самое главное, самое проблемное, чтобы не на стол, не листичься. На почту главы поступило 36 обращений, что на порядок меньше, чем в октябре месяце. Тематики обращений на почту главы, ЖКХ, благоустройство, жильё, дороги, строительство, есть три благодарности, детский сад. На обращения жителей были даны 537 ответов. Одна из основных тем, которые обсуждаются на заседании – итоги реализации программы комплексного благоустройства дворов. На все мероприятия в рамках благоустройства в 2019 году было потрачено около 134 миллионов рублей. В Ивантеевке благоустроены 11 дворов по адресам Проезд Маяковского, 9, улица Оранжерейная, 11, 12, 13. Центральный проезд 1, Советский проспект, 24. Улица Толмачёва, 2, 2А. Улицы Бережок и Колхозная, Советский проспект, 15, 15А, 15Б, 17А. А также дворы на фабричном проезде 2А, 2Б, 4, 5, 6, 8. По улице Дзержинского, 17, 19, корпус 2. Улица Дзержинского, 3, 5. Улица Пионерской, 9, 11. Улица Хзаводской, 12, 14 и Оранжерейной, 17. И улица Толмачёва, 31, 33. Там появились новые детские площадки, освещение, обустроены тротуары и парковочные места для автомашин, уложено новое асфальтовое покрытие, модернизированы контейнерные площадки. Стоит отметить, что Ивантеевка полностью готова к зиме. В распоряжении муниципалитета 15 единиц коммунальной техники для уборки дорог, 800 тонн противогололёдных материалов. Расчищать дворы от снега готовы 27 единиц техники и 163 дворника. Определено и согласовано с Управлением Роспотребнадзора Московской области место временного складирования снега на улице Новая Слобода. На сегодня это единственная подходящая площадка. В завершении Максим Красноцветов даёт поручение своим заместителям и напоминает, что в центре внимания сейчас праздничное убранство улиц, на которое коммунальные службы города бросят все силы. Городоначальник поручает завершить его до конца недели. Кристина Лушникова, Владимир Безлепкин, программа День за днём.